приветствую всех на канале автоинструктор 62 сегодня вы посмотрите очередной ролик из серии как ориентироваться в незнакомой местности город грозный поехали те кто на канале впервые не знает что это за ролики я вкратце пояснил и одеваю камеру вот сюда езжай в какой-то незнакомый город который как правило мне попадается по пути когда еду по каким-то личным поездкам забивание скаточек и комментирую свои действия попадают разные ситуации мы учимся ориентироваться в незнакомой местности приведите дорожную обстановку пользуется навигатор ну и так далее так далее я знаю что многим подписчикам канала и зрителям канала этот формат нравится поэтому по мере возможности и эти ролики снимаем ну что ж поехали итак переходим к практике я уже заранее приготовил маршрут движения три точки я поставил я думаю будет этого достаточно очередной раз вам показать как нужно как можно ориентироваться в незнакомой местности мы прямо перед въездом в город грозный вот у нас так выезжаем смотрим в данном случае проще будет выехать вот так учить уже левый поворотник а не правый итак двигайся со стороны дагестана сторону центрального региона проложил я маршрут через город грозный потому что в нем я еще не был поэтому самому интересно вот уже была красивая стелла уже издалека насколько я вижу видно грозный сити маршрут будет сити мечети и еще одну точку я там поставил то есть все по центру как раз мы посмотрим сейчас на манеру вождения на организацию движения ну я думаю сравнить с двумя предыдущими роликами я думаю здесь будет более все организовано потому что можете погуглить что здесь было лет так 15-20 назад так круговое движение видим издалека так я на всякий случай сейчас в серединку иду потому что видимо не видит меня товарищ я прядь в правой смотрим если кому уступать при въезде на круг режим не валяшки туда-сюда так смотрите здесь интересный момент первый съезд это вон туда то есть мы можем подумать что первый съезд это сюда нет опять-таки это вам показывает маршрут поэтому очень важно не просто слушать навигатор да я сейчас про навигатор еще раз напомню очень важно смотреть на линию своего маршрута так напоминаю в каждом ролике практически с этого начинаю для того чтобы нам ориентироваться в любом в любой незнакомой местности не бояться незнакомых дорог правильно читать там дорогу нам нужно две основные вещи нам нужно знать свой маршрут в данный момент так как я здесь сам еду впервые я свой маршрут знаю по навигатору мне обычно яндекс навигатор не забывайте качать оффлайн карты если вдруг у вас будет отсутствовать интернет чтобы все-таки вы оффлайн могли проложить свой маршрут и второе что нам нужно нам нужно знать правила дорожного движения вроде бы казалось все просто но на самом деле основная масса водителей и не только начинающих правило не то чтобы не знает они понимают можете посмотреть ролик знаете ли вы пдд где буквально двумя примерами это доказывает ну да ладно ну еще конечно к этим к двум вещам знать свой маршрут раз и знать правила дорожного движения их понимать два нам конечно же нужно всю информацию видеть издалека без этого никак как бы хорошо не знали правила если вы не видите информации там где-то там да вы не будете успевать решать для себя какие-то задачи вы не будете успевать вообще ничего не будете успевать вы не будете плавно тормозить потому что вы будете слишком поздно видеть причину торможения и просто ну физически у вас будет резкая остановка то же самое с перестроением новичок он резко тормозит в конце он не успевает перестроиться все это все это от чего не от того что он не умеет делать плавно да от того что он вовремя не видит причин перестроения причин торможения поэтому можно как третий пункт отнести к тому чтобы знать свой маршрут и знать правила нужно смотреть информацию и далека опять-таки пожалуйста есть видеоролик отдельно на канале так и называется он как научиться смотреть вдаль как правильно распределять внимание то есть я вам сейчас все это рассказываю да а глазки то у меня бегают по дороге подходы слева справа пешеходные вдаль посмотрел зеркало посмотрел дорожное полотно если перейти машина дистанция опять вдаль посмотрел так смотрим на свой маршрут что нам показывает навигатор через 800 метров поворот налево двигаюсь я в населенном пункте двухполосная дорога в принципе я тогда останусь в этой полосе никуда уже не буду перестраиваться судя по знаку предписания так это светофор это не так это не здесь дальше перекресток будет т-образный опять-таки я это знаю просто увидев знак предписания видите что там либо налево либо направо прямо нет дороги так мы налево едем занимаем крайне левое положение тоже видите интересный момент три полосы мы видим до по разметке 3 из 2 налево а по знаку две полосы то есть ведь идет несоответствие можно даже сказать противоречие до соответственно знаковым как бы главные разметки если знак противоречит разметки мы должны слушаться знака но тем не менее народ все равно будет поворачивать налево здесь двух волос потому что он реально видит просто видит по разметке пусть она полустертая что здесь всего три полосы из двух налево может так обязательно прежде чем выезжать смотрим влево вправо убеждаемся что они останавливаются помним что справа еще одна полоса которые тоже могут поворачивать поэтому контролируем правую сторону так полос много мне нужно все успевать видеть еще вам что-то объяснять соответственно плюс я вижу знаки 40 я пока в серединку стану если вдруг кто-то будет торопиться чтобы я никому не мешался рядом школа надо было бы здесь конечно искусство неровность положить потому что такая хорошая дорога и так еду медленнее потока так пока мы останавливаемся кстати тоже здесь круглые светофоры такие же как и в гербенте до этого ролика кто смотрел сухоми я такие видел то есть для центрального это здесь это уже не в диковинку но для центрального региона если вы первый раз так вот увидите вам будет конечно непривычно и тоже смотрите здесь смотрим на дублер дополнительной секции с левой стороны а смотрим на основной то есть видите справа здесь дополнительной секции слева не завидно на камеру нет тоже такой видишь не каждый день например у меня в городе нет ни одного такого регулированного перекрестка где нас на одном светофоре будет топ секции в одну сторону а на другом светофоре топ секции в другую в москве например таких перекрестков много достаточно много хотя в идеале дублер должен дублировать тот светофор который у нас стоит справа обязательно по сторонам то есть на данный момент первое впечатление конечно прям город там разметочка дорога хорошая ну понятно все это дело отстроено все это свежее все это новое смотрите все развивается все строится грозно сити вот насколько я понимаю тоже мы видим так что нам говорит держитесь правее через пол километра до тогда мы заранее включаем поворотник режим не валяшки кто не знает что это такое пожалуйста ролик на канале если вы как новичок смотрите данный формат опять сопоставляем то что мы видим здесь с экраном навигатора где этот поворот налево ой направо подъезжая ближе плюс-минус вы даже если будете понимать что такое 500 метров вы можете подъехать увидеть несколько поворотов так дополнительная секция горит но основной горит красный что это значит это значит что мы можем двигаться но должны пропустить участников двигать других направлений его смотрите сразу круг сразу круг так нам по кругу пока я пока левый поворотник смотрим если кого уступать не поняла здесь еще два круговых движений 2 съезд так здесь у нас уже главное итак знак 40 но тут особо не разгонишься смотрим через 400 метров поворот налево вот у нас и главное опять таки я смотрю всегда по сторонам уже был не один случай когда я предотвращал дтп в котором я был бы участником я ехал по главной дороге то есть не посмотрел вот так по странам был случай даже как ты на прямом эфире рассказывал это как раз наш поворот откуда я это знаю все здесь же видите я сюда смотрю вот цифра к 60 метров как раз вот она примерно да это что здесь значок регулируемого перекрестка вот он как раз светофор стандартный поворот напомню чтобы нам повернуть налево и попасть туда куда нужно а куда нам нужно попасть но главное не навстречку до пункт 8.6 не нарушить мы должны определить точку ворота колеса вот так вот смотрим чуть не доезжая той полосы в которую я хочу попасть я начинаю крутить руль можно немножечко раньше но над пораньше да но чуть-чуть тогда руль мы поворачиваем уже не так много то же самое есть отдельный ролик на эту тему когда крутить руль и насколько так зеленый так зеркалом по сторонам вдаль за перекресток главное у нас вот мечеть вижу огромное просто так перестроить себя пока правое положение сейчас нам скоро нужно будет искать место для остановки на данный момент в общих чертах в принципе я не вижу проблем здесь парковками не то чтобы какие-то платные парковки вообще не вижу проблем с парковками какой-то медицинский центр так главное не отвлекаться друзья когда вы въезжаете в такие условия да ну не каждый день такую видишь ну вот главное не отвлекаться от дороги от своего маршрута 460 метров нам круговое движение пока молчит но вижу по линии не понимаю какой съезд у меня просто несколько маршрутов здесь стоит они все здесь рядышком вот это все в центре второй съезд но нужно смотреть на линию иногда вот это вот навигатор воляна обманывает иногда говорит 4 сеста он третьим оказывается если начинаешь считать правый поворотник не вижу знаков левый поворотник включил я сейчас показываю людям что я еду пока по кругу то есть можно поспорить тут либо его не надо включать либо главное про правый вовремя выключить так следующий съезд наш правый поворотник так но право значит нам нужно занять крайне правое положение никогда не торопитесь с рулем вот вы включили поворотничек и режим него ляжки вот ведь он бибикает нас пропускает и опять-таки 300 метров скажем спасибо это не здесь здесь максимум 100 и это опять-таки я вижу по экрану на навигатора смотрим знаки запрещающие остановку стану крайне правое положение но можно где-то здесь искать вот парковка направо так мы поступим так он я вижу местечко свободное сейчас вот отъедет машина ладно мы тут в принципе проедем так парковка елочка одна из единственных наверно парковок поеду следующий потому что он тут опель видите слишком назад сдал так что частично в моей зоне у меня машина длинная у меня тогда зад будет торчать вот здесь неплохое местечко вот итак друзья едем дальше одна . есть для тех кто сюда поедет ну так вдруг если не знаю говорил я в ролике который был продербент махачкалу что здесь есть свои традиции если вы собираетесь куда-то что-то такие места там площадь еще что-то центр города шорта ниже колен либо штаны короткий шортах и девчонки там в топиках с голым пузом декольте то же самое могут не пустить либо сделать замечание и так далее поэтому имейте ввиду так нам нужно сейчас здесь развернуться поутонул пока навигатор но в любом случае нам там здесь так маршрут перестроен развернуться в любом случае нам нужно так тупо им соответственно так прямо один километр видимо перестроила на маршрут смотрим со всех ли полос пешеходы пока далеко не под непонятно подойдут или нет все конечно красиво все современно видно что все отстроено так смотрим вдаль если мы смотрим издалека мы всегда сможем предвидеть дорожную обстановку мы всегда смотрим сможем предвидеть когда будут тормозить автомобили перед нами когда они будут трогаться наоборот по сторонам обязательно так сейчас нам нужно будет здесь развернуться немножечко я неправильно по ходу построил маршрут он там была одна из центральных улиц но и заодно хотелось бы ее посмотреть а уже потом поедем по маршруту который показывает и так жизненная ситуация нам нужно развернуться смотрим поворот налево что запрещает разворот задаем себе вопрос мы здесь ничего не знаю знак разворот запрещен нет знак только прямо нет разметка позволяет все позволяет но здесь у нас светофор который уже запрещающий поэтому просто останавливаемся ждем зеленого вот простой пример понимаете то же самое что на экзаменах вам инспектор говорит ищите место для разворота вот мне понадобилось развернуться даже не по маршруту просто я увидел там как бы улицу по которым не хотелось бы а у нас туда и ведет только у нас ведет по кругу ну да ладно мы пройдем по центру проспект путина я смотрю называется вот я вижу это в навигаторе вот ну и заодно как бы лишний раз вы посмотрите если вдруг вам понадобилось там сделать разворот возникает вопрос как его делать где его сделать да ну как бы либо вы умеете разворачиваться в принципе либо нет дальше мы и смотрим здесь одно пересечении проезжих частей поэтому развернуться вы можете по любой траектории но желательно не то что желательно не задевая пешеходный переход потому что разворот ведь я его никак не достаю на пешеходном переходе на запрещен дальше препятствия средний ряд сразу я перестраиваюсь навигатор сейчас немножечко сойдет сумма наверное а вот перестроила быстренько нас перестроила здесь связь кстати мне больше нравится как работает мой теле 2 чем махачкале и в дербенте на данный момент пока вот небольшая выборка сравнению меня так все едем по странам здесь не перекресток но тем не менее пешеходы также могут завершать маневр смотрим пока прямо это перекресток направо но через 480 метров вы можете не понимать сколько это но если вы посмотрите на линию своего маршрута на навигатор мы видим что это не здесь вот мы видим что на данном перекрестке прямо вот я не посмотрел навигатор перестроил маршрут но все таки не по той улице по которой я хотел я хотел проехать вот по этой улице вот он проспект путина не успел я перестроиться ну да ладно не буду я уже нарушать здесь через сплошную практически непосредственно перекрестки пройдем прямо уже поедем как и как ведет маршрут пока красный ждем пока стойте на красный можете сделать масштаб меньше посмотреть как ведет вас навигатор ведь она почему-то ведет в объезд проспекта путина непонятно почему хотя здесь ничего не запрещает поворачивать направо так мы здесь у нас ремонтной работы соответственно вам придется поворачивать направо со средней полосы ничего не поделать доп секции горит ну с этой полосы получается прямо соответственно придется нам ждать можно подпить водички пока на улице очень жарко вот уже как 10 минут у меня стоит климат-контроль на 29 то есть задача кондиционера надуть холодом 29 и поддерживать так у меня кондиционер практически на всю фигачит уже 10 минут и никак не нагонит эту температуру так как пешеходам зеленый да мы их соответственно пропускаем ух ты сколько дпс через 800 метров направо так мы практически доехали до точки сейчас то нужно будет повернуть направо будет там какой-то центральный парк 300 метров это дальше и там мы тоже сделаем парковочку потом нам нужно будет еще одну точку или выезд у нас уже будет сейчас я посмотрю ну весь центр мы практически уже обколесили я так понимаю сейчас еще будем ехать в сторону пятигорска туда и еще пройдем по центру поэтому я думаю еще там что-нибудь будет интересное так поверните направо я так понимаю здесь как раз тоже должна быть парковка включаем поворотник на какую поедем никакой разницы да ну давайте поедем на дальнюю потом все равно двигаться вон туда то есть мы получается грозно сиди подъехали только с обратной стороны так где будем парковаться прежде чем припарковаться обязательно подумайте как вы будете оттуда выезжать стать в принципе везде легко передним ходом и выезжать потом задним будет просто почему потому что смотрите какое расстояние от машин до машин то есть где я стою парковочных мест нет соответственно места много поэтому можно не заморачиваться вот с моей точки зрения смело парковаться передним ходом потому что будет просто выезжать позади много места что я сам как бы сторонник парковки задом чтобы выезжать было просто но в данном случае я не вижу смысла заморачиваться так буквально пять минут в машине уже под 60 с лишним градусов кондиционер опять фигачит на всю поэтому громко итак сейчас уже будет выезд из города друзья но поедем мы еще пока по центру и плюс нужно будет еще заехать на заправку какую-нибудь взять кофе в дорогу и поехать и так то же самое смотрите многие недопонимают мы забиваем какой-то маршрут нас находят навигатор но он не знает в какую сторону мы стоим поэтому чтобы сейчас нам сориентироваться можно конечно по объектам да вот мин строй и жкх что это такое я так понимаю это что-то вот из этого до министерства строитель вот он жкх да а можно конечно по отношению его сориентироваться вот так то есть значит ехать нам бунт туда либо просто начать движение да вот он цветочный парк справа и и навигатор он найдет вас и увидит куда вы двигаетесь и развернет экран так прежде чем двигаться не забывайте сделать все что нужно обеспечить комфорт чтобы вам было удобно все видно чтобы не в движении вы уже там что-то настраивали зеркалатом и так далее да чтобы это было на месте чтобы вам движение не отвлекаться город незнакомый город немаленький но если мы говорим про этот город как бы да я стараюсь вам показывать маленький городах совсем не интересно то бишь и так внимание как бы может не хватить на что-то серьезное да если вы еще будете утратить не туда куда нужно так насколько я понял нам направо сейчас навигатор перестроит увидит перевернет экран так все никого нет да все верно верните налево проспект кадырова верхнем нижнем углу яндекс навигатора напомню что я пользуюсь яндекс навигатором вы можете видеть общий километраж вот я сейчас еду до саврополя 470 километров время прибытия 1931 ехать 6 часов 5 минут и он вам показывает улицу по которой вы двигаетесь вот здесь показывает улицу на которую вы поворачиваете так у нас стандартный поворот мы выезжаем на середину перекрестка пропускаем встречку как определить середину да это условно смотрим влево вот toyota а левее toyota и в toyota нам никак нельзя попасть значит мы с прямыми колесами доезжаем чтобы мы смотрели на эту toyota примерно можно чуть раньше руль повернуть но то есть чем вы раньше руль поворачиваете тем меньше вы его поворачиваете так но я средний ряд пока выберу потому что три полосы мне удобнее двигаться в данном случае по среднему направо через 700 метров ну 700 метров это немало поверните направо 550 метров вроде бы газелька нам создает помеху обзора ну давайте я ее опережу все таки я в таких случаях держу руку над сигналом потому что непонятно видит человек или нет так как нам скоро направо я снова займу пока средний ряд а хотя уже что пока вот уже перекресток доп секции у нас здесь воротник доп секции горит можно ехать но мы должны пропустить участников двигающихся других направлений оттуда может кто-то ехать оттуда неважно откуда кто едет вы смотрите в зону перекрестка препятствия перестроить просто если кто-то едет в том же направлении куда едете вы и вы вы его сначала пропускаете так немного сейчас будет петлять дорога я так понимаю мы из центра уезжаем левее нам показывает главное надеюсь успели заметить знак направлении главное что мы едем по главной так здесь правее вроде как и перекресток ну тем не менее поворотник включу левый поворотник правый поворотник здесь направо так друзья перепроверил маршрут потому что что-то как-то я начал сомневаться у нас один навигатор говорит разворачиваться другой навигатор говорит двигаться прямо хотя оба навигатора яндекс поэтому в таком случае иногда лучше не в движении опять-таки отвлекаться до остановиться и уменьшить масштаб посмотреть конечную точку то есть лишний раз убедиться потому что ехать мне еще сейчас 470 километров я у дербента еду не знаю 400 наверно нет не 400 меньше не помню 200 до 300 наверно да и проехать еще 500 километров и не дай бог вы из них проедете там хотя бы 100 километров ницу сторону это конечно будет жестоко в таких особенно условиях очень жарко кондиционер все равно просто под 40 жара левое зеркало смотрим потому что может это у нас не видит начнет резко ковшом влево нам куда-то нужно уходить либо резко тормозить да так вот если вы будете знать что слева никого нет вы уже знаете что можно вильнуть в крайнем случае так здесь у нас нерегулируемый перекресток дороге неравнозначные у нас второстепенная здесь есть знаки так ну сейчас уж мы выйдем из города но так по инстарфруктуре город грозный по отношению последних двух например городов до который я вам показывал это махачкала и дербент но на мой взгляд как я попал я понимаю что чтобы сделать какой-то конкретный вывод это нужно несколько маршрутов до много тут несколько дней поездить здесь по махачкале ездил четыре дня в принципе по дербенту тоже ездил пять дней поэтому там-то у меня есть чем сравнить но тем не менее по первым впечатлениям что более организованно как-то в городе грозный все новенькое дороги шуровая но просто все новое вот одним словом все организовано естественно больше город отстроен практически с нуля наверное но это не значит что нужно быть невнимательными расслабляться там в какие-то моменты так ну друзья я так понимаю дальше всегда конечно может быть что-то интересное дорога вещь непредсказуемая я бы мог вам что-то рассказывать весь путь до ставрополь 6 часов но тем не менее трасса и лишний раз я думаю я вам показал что для того чтобы нам спокойно ориентироваться и быть уверенным на любых дорогах как водителям да нам не нужно знать какие-то вещи нам нужно знать свой маршрут знать правила дорожного движения и видеть информацию издалека очередной раз вы посмотрели как нужно ориентироваться незнакомой местности как не пугаться новых дорог каких-то развязок поворотов и так далее так далее дорогу не нужно знать ее нужно видеть не забывайте подписываться на канал поддержите лайком данный видеоролик я для вас стараюсь даже в отпуске снимает такой вот для вас контент а я как всегда желаю удачной дороги всем пока пока